Когда показали первый трейлер 9-го Форсажа на фестивале в Майами 31 января, поклонникам франшизы, которая длится почти два десятилетия, был преподнесен шокирующий сюрприз. Завоевав сердца аудитории в 2006 году в Форсаже токийский дрифт, Хан Лю – крутой уличный гонщик, вор, бизнесмен и бывший член команды Доминика Торетто – вернулся из мертвых. Его роль исполнил Сон Кан, и умер он в третьем по счету фильме Форсаж, в первом фильме, который снял Джастин Лин. И пускай он появился в следующих трех фильмах, по сюжету они происходили до его смерти в токийском дрифте. Таким образом, поклонники больше десятилетия полагали, что судьба Хана во вселенной была решена. – Время для тебя делать свое дело. – Я слышал, что они делают шоколадную штуку в Токио. Тем не менее, вот он, в трейлере, спокойно грызет орешки, входя в комнату, полную его бывших товарищей по команде. Это, конечно, вызывает вопрос – каким образом Хан все еще жив, после того, как зрители увидели его смерть? We got the discovered заявляет, что знает ответ. Его, конечно, стоит воспринимать с ноткой недоверия, но они утверждают, что Хан просто успел покинуть свою машину, прежде чем она была охвачена пламенем. Неизвестные и неподтвержденные источники, близкие к сайту, говорят, что Хан скрывался в тени, не попадая на радары тех, кто будет искать его после рокового инцидента. Сайт также сообщил, что персонаж появится в десятом, последнем фильме саги, выход которого запланирован на апрель 2021 года. Несмотря на то, что Хан совершает долгожданное возвращение в Девятом Форсаже, новость о том, что он жив, подкинула адреналина фанатам франшизы. После совместных съемок на протяжении десятка лет актеры сами стали той семьей, которую играют на экране. Хан был огромной частью этого, что помогло убедить режиссера Джастина Лина вернуть персонажа в семью дома и во вселенную Форсажа. Как он сказал Entertainment Weekly, «Я думаю, что нам действительно нужно вернуть его и исследовать через темы, к которым мы все привыкли» Фанаты, конечно, не находят себе места от радости. В Твиттере хэштег о возвращении Хана «Han is alive», то есть Хан жив, набирает популярность. Также есть фанаты, которые увидели предательство в том, что убийца Хана, Декард Шоу, получил роли в двух фильмах после смерти популярного персонажа. Так случилось, что у Лина долгая история с Ханом, так как этот персонаж был впервые представлен в дебютном фильме Лина 2002 года, «Завтра повезет больше» Актёр Слон Кан в интервью с Мэн де Тори 2013 года рассказал, что Хан был добавлен в серию Форсажа только после того, как Лин убедил руководителей заменить другого предложенного персонажа. Ясно, что Хан был не только любимым фанатами персонажем, но и тем, кого Лин носил с собой на протяжении всей своей карьеры. Он – яркий пример повествования, которое сага Форсажа построила вокруг семьи, и это может быть важно в контексте следующего фильма. Лин определенно нерегкомысленно относится к возвращению персонажа. Он сказал Entertainment Weekly, «В этом мире все происходит по определенной причине. Я не буду вдаваться в подробности, но считаю, что его возвращение я воспринимаю серьезно. Но я ценю то, что эта вселенная очень сильно выросла, и это позволяет нам развиваться и по-настоящему переопределять себя по ходу дела». Как бы сказал сам Хан… – Жизнь просто. Ты делаешь выборы, и ты не возвращаешься. Что касается Сона Кана, то опыт возвращения на экран в качестве фаворита фанатов также важен для него, как и для фанатов, которые отчаянно хотели его видеть. Он сказал Los Angeles Times, «Это очень эмоционально. Такое чувство, что я возвращаюсь к воссоединению семьи. Этих отношений мне не хватало в моей жизни с момента последнего фильма» Что ж, мы увидим, как Хан Лю совершит свое долгожданное возвращение 21 мая. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!